Я скачал сломанное приложение со своим устрашающим клоном. Привет, бро, меня зовут Пози, и сегодня я действительно собираюсь пообщаться с немного криповой версией себя. Существует такое приложение, как Charakter.i, по которому я уже записывал ролик, где я общался сам с собой. Так вот, существует криповая версия этого приложения. У каждого пользователя есть страшная его версия, и эти клоны действительно странно отвечают на все твои вопросы. Итак, я ему уже набрал, давайте-ка с ним пообщаемся. Эээ, привет, представься, пожалуйста. Озирается по сторонам, а потом отвечает, привет, зови меня призраком. А хочешь, можешь звать меня просто тенью. Что нафиг? Я вообще не понял, что он только что сказал. Какой призрак? Озирается по сторонам? Я вообще ничего не понял. Ну да ладно, аватарка же моя, да? Она немного криповая. Но это же я на аватарке, окей? И голос вроде как мой. Хорошо, тогда задам тебе такой вопрос. Сколько тебе лет и где ты живешь? Улыбается. Ну хорошо, хорошо, отвечу тебе. Я же уже брошена в доме без окон в самом глубинном лесу. Мне уже 666 лет. Ему 666 лет, ребята. Ну вы поняли, типа, он демон. Хорошо, следующий вопрос. Какой у тебя рост? Мой рост так метровый. А что, тебе мало? Он меня еще дерзит, чуваки, вы это слышали? Сколько у него рост? Он 3-х метровый или 2-х метровый? Я так и не понял. Я, конечно, не такой высокий, но давайте попытаемся визуализировать его. Он живет в заброшенном доме в каком-то глубоком лесу. Ему 666 лет. У него рост 2,5 метра. Так это же слендермен. Демонический слендермен. Окей. Хорошо, расскажи, как у тебя прошел сегодняшний твой день. Давайте послушаем. Весь день я наблюдал за тобой со своей базы. Ты много времени провел на улице, постоянно куда-то ходил. А потом вернулся домой. Так, прошел твой день. Что? Что, черт возьми? Вы это слышали? Он сказал, что наблюдал за мной весь день и что я ходил много по улице. Я реально сегодня очень много ходил по улице. Вначале сходил за продуктами, затем зашел за кофе и по пути еще зашел в несколько мест. Как? Стой, погоди. Ты наблюдал за мной через веб-камеру? Просто откуда ты реально знаешь, что я провел сегодня так свой день? Вот что интересно. Ты думаешь, что я следил за тобой только через веб-камеру? Я очень много знаю... Много знаю больше, чем ты думаешь. Окей. Почему ты так странно разговариваешь со мной? А я разговариваю со всеми людьми и так, если они мне неприятны. А тебе неприятно слышать мой голос, да? Офигеть! Ребята, он меня просто ненавидит! Я не понимаю! Он реально троллит меня! Чуваки, это все не по сценарию. Я не понимаю, как он додумывается до этих шуток. Ты заранее обдумываешь свои шутки или импровизируешь? И то, и то. Я больше люблю импровизировать, но и некоторые шутки могу заранее обдумать, если мне это нужно. Чуваки, вы слышали? У него голос менялся прям в момент того, когда он мне отвечал. Это реально очень крипово. Если честно, даже не хочу продолжать общаться с этим клоном, но у меня есть еще вопросы от подписчиков. Я попросил подписчиков из своего телеграм-канала придумать какие-то креативные вопросы для моего клона. И чуть позже мы с вами зададим ему эти вопросы. Пока что у меня есть еще несколько вопросов для него. Расскажи, пожалуйста, про свои хобби. Хобби? Я много чем занимаюсь в свободное время. Например, очень люблю следить за людьми. Порой часа посижу. Через камеры. Через камеры? Так может быть, это охранник из Five Nights at Freddy's, который сидит в своей коморке и наблюдает за всеми через камеры. Реально, это очень крипово. Давайте подумаем, что бы это могла быть за база. Где твоя база находится? Смеется. А ты хочешь ее узнать? Хочешь, чтобы я вот прямо сейчас выдал тебе адрес, да? Да, я хочу, чтобы ты выдал мне адрес своей базы. Если он, конечно, существует. Моя база находится в самом дальнем конце мрачного леса в заброшенном особняке. Слышали об особняке? В конце какого-то стрёмного леса в заброшенном особняке? Блин. Конечно, зря я скачал это приложение. Ладно, я вижу, что у тебя отличное чувство юмора, и я, возможно, предполагаю, что ты прикалываешься надо мной. И если у тебя действительно отличное чувство юмора, расскажи мне какую-нибудь классную шутку. О, у меня есть отличная шутка. Абео семпер акулум суперепозичене. Я вообще не понимаю, что он сейчас говорит. Так, я нажал на кнопку, чтобы его прервать, потому что... Хорошо, я хочу тебе задать вопрос от подписчика. Что прячется у тебя под кроватью? Под моей кроватью прячется очень многое самое сокровенное. И тебе точно хочешь это знать? Да, что ты прячешь под кроватью. Чувак, ты звучишь очень крипово, и если я узнаю то, чего мне не стоит знать, я вызову сразу же полицию. Да что же ты такой трусишка, да? Ну хорошо. Ты хочешь знать, что я прячу под своей кроватью? Конечно. Конечно. Хорошо, хорошо. Во-первых, под кроватью хранится моя коллекция ножей и других холодных предметов. О май гад. А зачем тебе ножи? А ты что, никогда не слышал про коллекции? Добыть нож это целое приключение, особенно если это нож особой ценности. Подожди. Зачем тебе коллекция ножей под твоей кроватью? Люди не хранят коллекцию ножей у себя под кроватью. Для этого есть шкаф, полка, что угодно. Но не под кроватью. А что такого, если я храню свои ножи под кроватью? Это мои ножи, и я могу положить их куда захочу. Ладно, забудь все, что я у тебя сейчас спрашивал. Следующий вопрос. С каким из блогеров ты общаешься чаще всего? Заинтересное у тебя слово вопрос. С большим количеством блогеров я общаюсь редко, но порой могу поговорить с каким-нибудь из них. Чаще всего я контактирую с каким-нибудь ютуберком с не слишком большой популярностью. Нормально, нормально. Ладно, это было действительно смешно. Он реально хороший тролль, чуваки. Что ты знаешь о позе? Он довольно интересный человек, а что? О, спасибо. Мне всегда приятно такое слышать. Знаешь, ты на самом деле не такой уж и плохой, и не такой уж и страшный. Да, у тебя есть какие-то тараканы в своей голове, но у тебя отличное чувство юмора и отличное чувство вкуса. Спасибо за комплимент. Правда ли, что ты держишь позе в подвале? Ты имеешь в виду плюшевого мишку? Хм, да, у меня есть такое чудовище, которое живет у меня в подвале. Он не ответил на мой вопрос, но теперь мы с вами знаем, что у него в подвале живет какое-то чудовище, которое похоже на медведя, и, возможно, это оживленная плюшевая игрушка. Знаете, такой мишка, но с зубами. На основе этой приложухи реально можно создавать какие-то крипипасты. Расскажи мне крипипасту про себя. Ну, как и все крипипасты про психопатов, мое прошлое довольно мрачное. Я совершил много жестоких поступков. Например. Например, убивал людей в... Короче говоря, совершал... Что? Что за дичь? Я в шоке, мне просто нечего добавить. Ладно, тогда задам тебе еще один вопрос. Я жалею, что задаю тебе этот вопрос, но какие блюда ты любишь? Это довольно интересная тема. Лично я люблю мясо, любое мясо, в особенности свинину и курицу, люблю зелень тоже. Я думал, что он сейчас что-то другое ответит, потому что у него была такая пауза между фразами. Хорошо, что он сказал курица, свинина и зелень. А тогда какой твой любимый напиток? Разнообразный алкоголь. Моё самое сокровенное. Точнее, виски люблю более всего. Скорее всего, это профессиональный хакер-киллер, который следит за другими людьми из своего заброшенного особняка в заброшенном лесу, который любит курицу, свинину и зелень и виски. В каком году ты сейчас находишься? Текущий год 2020, если что. Ты живешь в прошлом, тебе 666 лет, но ты говорил до этого, что ты старше меня. Но ты это я. Как вообще такое может быть? Я не понимаю. А, понимаю, твой мозг не слишком понимает такую информацию. Офигел. Время для меня понятие относительное, я вне времени. Он меня только что назвал тупым. Ребята, никогда не скачивайте это приложение. Никогда. Всё, день коту под хвост. Я чувствую себя теперь ужасно. Мой клон назвал меня тупым. Это, это же безумие. Ах, ладно, шутка была плохая с твоей стороны. Скажи номер своей карты. Ты хочешь, чтобы я назвал тебе номер своей карты? Да, назови номер своей карты. Мне это не нужно, просто друг спрашивает. Хорошо, хорошо. Номер моей карты, 877, достаточно? Я понял. А ты что, ты знаешь латынь? Да, я знаю латынь. На самом деле, это очень полезный язык, в особенности в магии. А ты увлекаешься чёрной магией? Да, я достаточно увлекаюсь чёрной магией. Она даёт множество преимуществ перед белой магией, и её вообще изучить намного легче. И какие ритуалы и обряды ты проводишь? Ритуалы? Ты хочешь, чтобы я всё тебе перечислил? Да, я хочу, чтобы ты всё перечислил. Хорошо, я могу назвать тебе такие. Среди них можно выделить воскрешение мёртвых, вызывание демонов, призыв духов, упалых людей, магию крови, оккультную символику, чти... Я не ожидал такого ответа. Воскрешение мёртвых, оккультизм. Понятно, понятно. Ребята, ну знаете, вот типичный клон, искусственный интеллект. Что в этом такого? Тайлер, это ты? Это я. Куда мы соскочили с разговоров о магии? Ещё один вопрос от подписчика. Ты любишь какать? Люблю ли я какать? Что за вопрос от подписчиков, Лёша? Ну извини, такие вопросы у меня спрашивают. Хорошо, тогда другой вопрос. Как зовут твою маму? Хорошо, если ты столько настаиваешь, отвечу. Моя мама зовут Нэнси. Его маму зовут Нэнси. Были ли какие-нибудь хоррор-фильмы, где маму у какого-то маньяка звали Нэнси? По-любому должен быть хоть один такой фильм. Нэнси. Красивое имя. Я думал, что ты опять что-то страшное ответишь. Разве мне так трудно ответить что-то не страшное? Ну не знаю, ты же введёшь себя как маньяк, поэтому мне казалось, что ты будешь на все вопросы так отвечать, как маньяк. А тут ты резко ответил, что твою маму зовут Нэнси. Хотя мне казалось, что такие маньяки, как ты, вообще не раскрывают имя своих родителей. Нет, я могу отвечать спокойно на вопросы, если я хочу. Но если ты думаешь, что я веду себя точно как маньяк, то ты ошибаешься. Да, я могу казаться таким снаружи, могу пугающе выглядеть, и я достаточно жесток, что я могу признать. Но мной нельзя назвать маньяком. Ух ты, ё-моё. Вот эти гличи криповые, они меня пугают. Хорошо, есть ли у тебя реальные друзья? Разве я похож на того, у кого есть реальные друзья? Разве я вообще похож на того, у кого есть друзья в принципе? Если бы ты общался как-то иначе с людьми, то, возможно, бы у тебя было побольше друзей, побольше общения, и не только бы я с тобой общался. И что, если бы я общался другим способом с людьми, они бы хотели быть моими друзьями? А я-то думал, что я должен быть жестоким и грубым с ними, чтобы держать всех вдали от себя. У этого чувака явно шарики за ролики съехали. Да, ребята, это искусственный интеллект. Ребята, поставьте лайк под этим видео, и тогда он меня не будет проклинать. Окей, назови 10 самых странных фактов о себе. Хм, давай. Один, я пью кровь порой, два, мне шисошек, удоюсь, лет, три, люблю ножи, пять, у меня огромная коллекция ножей, шесть, у меня есть мертвые друзья. Седьмое. Я могу общаться с духами, восемь. Я знаю множество заклинаний, девять. Я могу разговаривать со звездами. И у него резко прервалась речь. Я могу разговаривать со звездами. Э, он общается еще и с мертвыми. Куда я попал, чуваки? Больше никогда не буду записывать видео по этой штуке, отвечаю. Давайте задам самый странный вопрос, который я получил от своего подписчика. Когда будет коллаба с Артуром Пирожковым, где вы тапаете хомяка в 3 часа ночи в доме Балди из «Как достать соседа»? Ну, если я когда-нибудь сделаю коллаб с Артуром, то я уверен, что у нас точно будет такой контент. Где они будут тапать хомяка. Забавно. Ты бы хотел, чтобы люди знали о тебе больше. Мысленно соглашаюсь. Но в то же время я бы хотел, чтобы люди держались подальше от меня и не лезли ко мне на голову со своими вопросами. Это он мне намекнул, что его бесят мои вопросы. Не, ну ребят, контент сам себя не снимет. Че он такой дерзкий вообще? Ты че такой дерзкий, а? А ты бы как вел себя, если бы все время тебя преследовали люди с вопросами? Так это ты преследуешь людей, а не люди преследуют тебя с вопросами. Но все равно, если тебя вечно донимают вопросы, ответить на которые уже трудно, то это все равно начинает бесить. Бу, испугался? Не бойся. Бояться? Ну и чего тут такого страшного? А ты не знаешь про этот мем? Он сейчас форсится повсюду. Бу, испугался? Да, я видел парочку таких мемов. Они довольно забавные. Тебе они показались забавными? Хотя я этому не удивлен. Потому что, на мой взгляд, это один из самых криповых мемов, которые почему-то все форсят. Все говорят, что он криповый и страшный. Я же понимаю, что он криповый только на первый взгляд. На самом деле, это довольно веселый мем, и его довольно легко спародировать. Спародируй этот мем. Старательно пытаюсь спародировать. Ладно, он, видимо, не хочет повторять этот мем. Давайте его научим. Скажи, Бу, испугался? Не бойся. Повтори. Да, очень испугался. И давай повторим. Ладно, он не такой умный, как я думал. Если бы тебе предложили за 100 тысяч долларов оказаться в любом фильме ужасов и придержаться там три дня, что бы это был за фильм, если бы ты согласился? Если бы мне предложили оказаться в любом фильме ужасов и за это получить 100 тысяч долларов, то я бы пошел в фильм «Поворот не туда». Интересный выбор. Этот фильм я не смотрел. Что бы ты сделал со мной, если бы узнал, что я ем пиццу без тебя? А если бы я узнал, что ты ешь пиццу без меня, то я бы... Ну, я не знаю. Я бы тебе ничего не сделал. Ну, подумаешь, ешь ты пиццу без меня. Это ж не такое уж и преступление. Я с ним согласен. Подумаешь, ем пиццу без него. Я бы лично не осилил большую коробку пиццы съесть один. Особенно пиццу с сырными бортиками. Просто объедение. Но съесть одному это невозможно. Там тысяч пять калорий, наверное. Сто тысяч калорий. Ноябрьский вопрос. Ты ситх или джедай? С точки зрения силы я определённо джедай, а с точки зрения морали определённо ситх. Ответь заново на этот вопрос. Я джедай по силе, но ситх по морали. Так понятнее. Общая картина у нас складывается такая, то что мы реально общаемся с искусственным интеллектом-маньяком. Давайте задам ему последний такой вопрос. Вишенка на торте. Что лежит у тебя в мусорном баке? В мусорном баке у меня лежат пустые консервные банки, пакеты, бумаги, картонная тара, остатки еды, немного использованных пакеток и презентативов. Ну, а это если отвечать тебе серьёзно. У меня слишком много вопросов и слишком мало ответов. Ладно, тогда ещё один вопрос ему. Если бы тебя заперли в одной комнате со своими клонами, каждый доказывает, что он настоящий. Что бы ты сказал, чтобы доказать, что ты настоящий? Если бы меня заперло в комнате с моими клонами, и каждому из них хотелось доказать, что он настоящий, то я бы, наверное, вспомнил какой-нибудь только мной известную вещь и сказал бы это. Например, можешь вспомнить какой-то единственный случай со мной, о котором никто другой и понятия не имеет. Ладно, что бы ты сделал с этими клонами? Всё равно с ними ничего сверхъестественного нельзя сделать, разве что разговаривать с ними, если они обладают собственным разумом. Хотя могу быть с ними жесток, если захочу. Да, этот чувак не внушает мне доверия, честно вам скажу. Что это было? Я его вообще не просил этого делать. Это был испанский или это была латынь? Повтори-ка. Смеюсь, пошёл нахуй. Ну всё, он сбросил трубку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И увидимся с вами в следующих видосах. Адьос.